Тан-дан-дан-дан-дан-дан-тан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-тан. Боже мой, посмотрите, пять часов вечера. За окном наступила ночь. Обожаю зиму, а легла подремая на полчасика, а просыпаешься, уже ночь. Ариха, ты где? Арина, включи свет, Арина. Здрасте. Боже мой. Вот так мы заспались с тобой. Заспались. Я буду готовить горячий бутерброд с сыром. Шуметь особо не буду, потому что улеглись спать за стенкой. Вот, поэтому давайте молча. Ну вы понимаете, из чего это. И так по всей квартире. Бутерброды будут с сыром. Горячие бутерброды с сыром, маринованным луком, огурчиком, помидорчиком. Горячие бутерброды с сыром. Горячие бутерброды с сыром. Горячие бутерброды с сыром. Горячие бутерброды с сыром. Продолжение следует... 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 А потом так низко падает во всех смыслах этого слова, да? Ну не то, что там потерял работу, стал невостребованный. Это с каждым может случиться, к сожалению. А вот в силу каких-то своих поведенческих особенностей, с небес прям обземлю. Вот это меня, конечно... Посмотрите, цикл этих передач очень заставляет задуматься над своей судьбой прежде всего. Это вот что касается выпусков про судьбы актёров наших известнейших, которые имели всё, по сути дела. И славу, и деньги, и внимание лучших мужчин или женщин. Но по итогу скатились. По-другому никак не сказать. Скатились. Это не осуждение, это, знаете, как урок. Ты смотришь, ты понимаешь, что ты должен быть очень сильным. Чтобы пройти весь жизненный путь и нигде не сломаться, не сдаться. Не начать там, я не знаю, пить. Или ещё что-то. Куда-то не ввязаться. Не потерять себя как личность, да? Не опускаться там. Это же не значит, что ты там был великий, например, известный такой вещь, холёный, красивый. А потом ты стал обычный человек. Работы у тебя нет в актёрской среде, и ты превращаешься в человеком бомжеватого мира. Я не знаю, это газетная утка или нет. Про то, что вот этот вот из уральских пельменей, короче, типа пошёл работать заливщиком катка. Вот интересно, это правда или нет? Ну, типа сейчас работы мало. Если это правда, я считаю, что это такая крутая жизненная позиция, в принципе. Ну, а чё? Нужно вовремя уметь с небес наземным спуститься и понять, что ещё немного ты посидишь и будешь без денег. Чё ждать, когда ты будешь без денег, если можно заранее как-то... Опять-таки, пользуясь своей славой и популярностью, своей узнаваемостью, понимая, что тебя, в принципе, могут пригласить даже на самую плохую работу. Может быть, уже не артистом, не на актёрскую какую-то должность. Но ты такой всеобщей людьми, у тебя много поклонников, у тебя реально могут легко взять на какую-то работу, на любую. Вообще, много всяких мыслей возникло при просмотре. Посмотрите. Что касается серии выпусков «Хроники московского быта», то это меня поразило. Я понимаю, что мы живём, ничего не меняется. Ничему не учимся. Какие люди были во все времена, такие и остались. Хорошо, когда удается сохранять хорошие стороны личности, да? Они не прикольны, когда ты понимаешь, что мир не меняется, люди постоянно ведутся на одни и те же вещи, совершают одни и те же ошибки. Молятся на вещи, боготворят их. Про шубы выпуск был довольно-таки интересный. Не знаю, почему опять всплыли эти шубы. Я думаю, наверное, потому что интернет же за нами следит. И вот я как-то сказала про шубы в одном из видео недавних, и мне в рекомендациях вот это видео попалось. Что такое была шуба, как её боготворили и все прочие меховые изделия. Удивительная наша история, история нашего народа. Такая житейско-бытовая история. Очень любопытно было посмотреть. Я опять-таки не осуждаю, я просто наблюдала это как явление. Опять-таки большую часть того, что я смотрю, я прежде всего смотрю для того, чтобы в себе что-то найти, исправить. Главным образом для этого, а не для того, чтобы кого-то осуждать. В себе что-то нащупать такое, увидеть других и подумать. Ну, я тоже, наверное, чуть-чуть такая. Надо что-то менять. Всё, я лопну сейчас, я невместительная оказалась. Я вот его положу обратно и съем утром. Я думала, он не пропадёт. У меня прохладно. Что это у меня, соус или уже аллергия на соус, я не пойму. С этой стороны. Может быть, и то, и другое, кстати. Помидоры, кстати, на удивление приличные. Третий раз за зиму покупаю, но я буквально по две штучки покупаю. Я стараюсь есть овощи в сезон. Когда в сезон, тогда и ем. А это так могу один-два купить из вертка зимой. Там один огурец, два помидора, ну, очень редко. Вот на второй или третий раз покупаю помидор. И хороший такой, не пластмассовый, не ватный. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Мы хорошо посидели, вкусно покушали. Я пойду умываться. Хотела сказать, готовиться к осну, но я, наверное, спать не буду. Сейчас помоюсь и в постели буду что-нибудь делать. Посмотрю что-нибудь, видео помонтирую. У меня их накопилось много. Так, хватит подворовывать уже. Сижу ковыряю второй бутерброд. Спокойной ночи. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.